Супрацовненству школ три годы. До речи, Жехары Ульяновска у складе 11-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Фядюненского допомагали у 43-м годе вызволять Гомель от немцев. И зараз в учней российской гимназии разом со своими наставниками шукают военные раритеты, якие были святками боевых деяний у нашем регионе. Хаштонность представляет усе – фотосдымки, листы, архивные записы, уластные речи бойцов. Пошуковой доследческой деятельностью займаются и старшеклассники Гомельской школы. Дариж и зараз у музея, кому по 100 годе, некольки тысяч экспонатов. Телемост – махчимость обменяться на запашенным гисторичным материалом. Мы решили провести совместно впервые телемост именно нашей школы 33 и созвучной гимназии номер 33 города Ульяновска. В ходе телемоста мы должны обменяться друг с другом результатами поисково-исследовательской деятельности в рамках работы наших школьных музеев боевой славы. В вересне 1943 года у оперативной изводцы Савинформбюро заявилось поведомление об Гомельском накерунку. Поспеховое форсирование дня прайс-сажа, вызволение комарына, терраховки, ветки, добрышина, вобелицы, лоева и других населенных пунктов дозволили советским войскам почать непосредную подрыхтовку дара шучих боев за областный центр. Яны увошли в историю Великой Чыной войны под назвой Гомельско-Реческой операции. В листопаде 1943 года на подступах до Гомеля ворох побудовал могутную линию обороны, сконцентровал множество танков и артиллерии и оказывал мощное сопротивление. Дея неназемных немецких войсков активно поддерживала авиация. Не глядяши на все намагания фашистов, советская армия настойливо рухалася наперед. И у вечера 25 листопада с трех боков подошла до Гомеля. Гитлеровское командование побоялось окружения и почало отводить войски из Межреча-Сажа и Днепра. Наступный день стал пероможным. Областный центр был вызволен от немецко-фашистских захопников. 28 месяцев длилась оккупация города Гомеля. 26 ноября наш родной город освободили. Учащимися в нашей школе собран интересный материал в оккупационном режиме в городе. О работниках-подпольщиках, вагоноремонтного завода, расстрелянных в Назаровском лесу. Память о них в вековечном мемориальном комплексе, который расположен в сквере у нашей школы. Марина Северьянова, Игорь Маришченко, Тель радиокомпания Гомель.